Агрария Тверской области смогут получить господдержку на развитие сельского туризма. Общая сумма грантов более 34,5 миллионов рублей. Реализация проектов запланирована на будущий год. На что получатели смогут направить средства и какие перспективы у этого направления, расскажет наш корреспондент. В 2022 году одним из основных драйверов развития экономики региона стал агропромышленный комплекс. По итогам 2022 объемы сельхозпроизводства увеличились почти на 15%. А объем господдержки АПК составил почти 2,5 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем в 2021. Так, благодаря субсидиям и выгодным кредитам аграрии получили возможность модернизировать свои производства, обновить технику, что позволило увеличить и объем производимой продукции, и соответственно доход. Сегодня аграрный бизнес, я могу авторитетно заявляю об этом, Это уже не тот вчерашний день, а сегодня аграрный сектор – это сектор высоких технологий, высоких новых научных разработок. Кроме того, в регионе для аграриев действует программа «Агростартап». В 2023 году на предоставление грантов по ней направлено более 28 миллионов рублей. Еще Верхнемолжи – один из самых динамичных регионов в Центральном федеральном округе по развитию сельского туризма. Для тех аграриев, кто развивается в данном направлении, также есть мера поддержки – как областные, так и грантовые. Только за последние пять лет благодаря им открыто и модернизировано порядка 20 туристских объектов в сельской местности. Работа в этом направлении продолжается. Так, сельскохозпроизводители региона смогут получить господдержку на реализацию проектов в сфере сельского туризма. Общая сумма грантов – более 34,5 миллионов рублей. Реализация проектов запланирована в 2024 году. Данный вопрос также был рассмотрен на заседании областного правительства 18 июля. Эти проекты дадут новый современный облик сельскому хозяйству. Это не только сельхозживотные, люди, техника, поля, но это еще и возможность ознакомиться с жителем региона, гостям региона, с тем, как вообще живет сегодня село, как живет сельское хозяйство. Также губернатор отметил, что это совместное с Минсельхозом России направление работы. Гранты предусмотрены для малых и микропредприятий. Средства можно будет направить на строительство жилья для размещения туристов, создание объектов турпоказа и инфраструктуры, зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Средства можно будет направить также и на закупку оборудования, подключение к инженерным сетям, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. Для отбора в Минсельхоз России направлено пять проектов от Тверской области.